Тогда задам вопрос тоже о традициях, пусть не кулинарных, но до февраля этого года в Украине наверняка еще много семей включали какую-нибудь иронию судьбы или что-то подобное. Как думаете, остались ли еще такие дома, где вот сегодня или вчера включали этот или подобные им фильмы и в принципе вот я знаю людей, которые меня спрашивают, у нас есть там какие-то воспоминания к этому фильму, который там например к войне никакого отношения не имеет, но смотреть я его не могу чисто из-за отторжения. И это внутреннее состояние, которое когда ты сам себя грызешь, что у тебя вроде якобы какие-то теплые воспоминания, которые перемешиваются с диким отторжением и невосприятием. Как у вас с этим, Дмитрий? Я не знаю кто что смотрел, я точно не смотрел фильмов никаких в новогоднюю ночь и концертов не смотрел. Ну так сидели Ютуб в основном, смотрели новости, слушайте, атака такая шла на Украину, что вообще было не до кино на самом деле. Вот. Что касается фильмов, я вам скажу, для меня например, вот я не знаю как для других. Ирония судьбы ли с легким паром, я в этот раз не смотрел, но когда я смотрю, я вспоминаю, это ведь фильм вышел в 75 году, по-моему. Мне тогда было вот 8 лет. Я вспоминаю, как я его смотрел в первый раз. Для меня любая песня и любой фильм, знаете, как говорят, в каждой песне ищи слова о себе. Это воспоминания, это ностальгия какая-то, связанная не с прекрасным советским, прекрасным в кавычках детством. Не с юностью, проведенной в Советском Союзе, а связанную с твоей молодостью, с твоим детством, в принципе. Школьные каникулы, там 10 дней, по-моему, с 29 декабря по 10, больше даже, по 10 января. Сугробы с меня ростом. Вот у нас в Киеве, кому сказать, сегодня 10-12 градусов тепла, да, у нас в Киеве... Больше было, в какой-то момент, по-моему, там чуть ли... да, 12 и плюс. Да, да. А в Киеве в моем детстве были сугробы с меня ростом. Были санки, у нас вот на Борщаговке была горка, и мы катались на санках с этой горкой. Вот я помню, как мы катались на санках, как мы гуляли по улицам, как мы смотрели фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». А что тогда еще было смотреть? Две или три программы телевизионных. Вот это детство, это ты маленький. Вот это ностальгия, которая связана с этими фильмами или с песней какой-то. Ты услышал какую-то песню, там, Хулио Иглесиаса или Бонием, и ты вспоминаешь, там, свой день рождения, Бонием, услышал. А вот под эту песню, значит, вы там играли в бутылочку, например, и целовались под столом под скатертью, например. Ну, вот такие воспоминания, это ностальгия, поэтому я не отождествляю любые фильмы и любые песни с исполнителями, которые их исполняют. Вот я недавно, попался мне фильм «Ликвидация», да, играет, прекрасный фильм, между прочим, играет Машков, а там еще и Пореченков. Вот два этих упыря, врага Украины, два идиота клинических тупоголовых, вот они там играют. Я отделяю мухи от котлет, я смотрю кино. Я, вы знаете, я вам скажу больше, у меня было такое, когда я стал заниматься шоу-бизнесом активно и проводить концерты звезд, первые величины в конце 80-х, в начале 90-х, до середины 90-х, наверное, в Советском Союзе, в России, в Украине. Вот мы какого-то артиста приглашаем на гастроли, вот до знакомства с ним, какой артист, какое все, да, вот так, вот так. А он, оказывается, просто, ну, придурком, алкоголиком, там, бузатером, ну, человек мог напиться после концерта и устроить дебош в номере гостиничном, нам приходилось это улаживать. А? Кто? Да, бывали, бывали любители, они через один, алкоголики, бывали любители, не хочется уже это вспоминать. Я что-то вчера, мне товарищ говорит, Юра Шатунова жалко, мне, кстати, пишет Андрей Разин, он в Майами сейчас находится, и пишет, Юра Шатунов любил Украину и никогда бы не сказал ту глупость, которую он сказал про войну, если бы не Аркадий Кудряшов, который с ним рядом находился. Ну, вот я вспомнил Юру Шатунова, вот мы проводили его концерты в Киеве во дворце спорта, вы представляете, что такое Юра Шатунова в 89-м году, да, это вообще, это отпад башки, что называется. Вот у нас там стояла во дворце спорта пианино, не рояль, пианино, черная, в углу служебного входа на втором этаже. И вот он сидит, поэтому пианино, там женщины, которые работали на служебном входе дворца спорта, они в шоке, они говорят, он сейчас сломает пианино, мы им говорим, да не волнуйтесь, мы вам новое купим, не переживайте. Потому что это такие деньги были сумасшедшие тогда, что купить пианино, да ради бога, пусть ребенок играется, ребенок хочет, ну такой волчонок был Юра тогда, загнанный, ребенок хочет играться на пианино, да ради бога. Посмотрите, у вас дворцы спорта ломятся по 10 тысяч несколько раз в день, и билеты стоят по 10 рублей, там миллионы идут. Какое, ну пусть играет вам жалко, пусть играет на пианино, купим новое. Поэтому я к чему веду, когда ты сотворял себе кумира, по молодости еще, а человек оказывался не тем, за кого ты его принимал, я его не мог уже слушать. И вот, что касается артистов, вот это у меня сейчас живо во мне. Вот как-то с кино я могу абстрагироваться, а с артистами нет. Вот я не смогу слушать Лепсон, например. Я его и раньше, кстати, не очень слушал, это все одна большая песня. Но я не смогу его слушать, он мне противен. Я не смогу слушать многих бывших киевлян, артистов, Любу Успенскую не смогу слушать. Я ее так любил, я ее так любил. Вот, а она Путина с днем рождения поздравляет, киевлянка, в год, когда Путин творит такое с ее страной. Это мерзко, это даже у меня слов нет, у меня слов нет. Он говорит, вчера мне пишут, Таисия Повалей выступила на новогоднем огоньке в России на первом канале с песней «Червона Рута». Но это упасть и не встать. Я не знаю, мне так стыдно стало, у меня красное лицо. Думаю, боже, как это, как до такого можно дойти, думаю я. Ну как, ну что это. Вот я же говорю, мне плохо физически. В год, когда Россия убила сотни тысяч украинцев, бомбит города, бомбит дворец Украина, в котором проходили твои концерты часто, где ты выходила как королева, народная артистка Украины. Ты в этот день, когда свисают стекла и поврежденные конструкции из дворца Украина, ты в этот день поешь в Москве на голубом огоньке их сраном «Червону Руту» еще, какой цинизм. Вот, поэтому, ну, это ужасно, конечно, ужасно. Вот поет она, стыдно мне. Я не знаю, я краснею, я сейчас сижу, я краснею, мне физически больно от этого. Я не знаю, что она чувствует, что Тая чувствует, что Игорь чувствует. Мы с Игорем так дружили, я не понимаю, что они чувствуют, где, ну, они чувствуют какой-то стыд, почему я это чувствую, почему они нет. Или чувствуют, но в плену каком-то находятся. Я не знаю, что происходит. Честно, у меня нет ответа на этот вопрос. Или сегодня прислали мне тоже в Инстаграме, Аня Лорак фотографируется там с Навкой. Это бывшая Днепропетровчанка, чемпионка там Олимпийских игр, жена Пескова. Ну, стыдно во время войны фотографироваться, стоять рядом с этими упырями и упырихами. Стыдно, но чувство стыда, видно, неведомо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.